МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, конечно же, тот, кто правильно ответит на вопрос викторины, который мы зададим в конце нашей программы, получит от нас недельный запас бодрости. И чашку червонок, красиво-деревого. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, пожалуйста. Один, два, три, полетели! Мы вмикаем в нашу машину часу и сейчас телепортуемся в 1962 год. Именно в тот час произошла первая телетрансляция телепрограммы в США через сопутники. 2003 год. Группа IT-миллиардеров, основателей Google, основателей eBay, собираются вместе для того, чтобы сделать настоящий вызов автоиндустрии. Они сделали экологический автомобиль. И, в целом, они на тот час решили задуматься о том, что должен уже ездить на бензине. В час как раз просто брать автомобиль, подключать в розетку и заряджать электрическим струмом. Жаль только, что все это время никакой прибыли особо они не ощущали. Но в 2014 году именно вот, тарам, прямо сейчас, в наши дни происходит революционное открытие. И все же, наконец-то, фирма Tesla Roadster имеет прибыль от своего проекта. Ну, это очень просто. На тот час технологии были не такие интересные, как сейчас. Не то, что интересные, а потужные для того, чтобы обеспечить людей автомобилями, которые могли бы заощадить их деньги. И при этом еще створить условия, когда бензин будет дорожче, чем струм. Теперь действительно можно найти автовки, которые будут исключительно мотаться по месту, благодаря струму, но есть проблема, что постоянно нужно будет подзаряджаться. Самое главное, что вперед это не будет вредить экологической среде, а значит за электромобилями будущее. Каждый стартапер должен знать значение слова founder. Именно эту терминологию и мы пытались узнать у наших звезд. Что же они думают по поводу этого слова? Какие ассоциации у них возникают с произношением слова founder? Что же такое founder? Founder – это человек, которому удалось что-то найти полезное в интернете. От слова fauna что-то? Фауна – животный мир? Founder – это тот, который ищет. Видимо. Да. Founder – человек, который придумал идею и юридически ее оформил вместе с другими founder'ами. То есть основал компанию. Отже, founder – это личность, особа, которая занимается бизнесом. Это по-перше. И при этом еще она и основником этого бизнеса. Это, если совсем коротко. Ну а так, если расшифровать, ну, начало википедии, то это основатель, предприниматель, стартапер, бизнесмен. Например, Марк Цукеттер. Мой будущий наблизился просто у притула. И теперь смотрит на нас и говорит, я май будущий, я тебя поклинаю. Справа в том, что мобильные гаджеты становятся все разумнейшими и, наверное, больше разумными за их владельцев. И результаты 2014-2015 года, за версией такой фирмы, которая имеет название IDC, их увеличится до просто миллиардов. Все это потому, что люди сейчас уже совершенно не представляют своей жизни без смарт-приложений, а именно там часов, гаджетов, мобильных устройств, браслетов, которые измеряют биоритм. Тренд 2014-2015 года – это браслеты, которые будут вымерять ваш пульс и взагалі доглядати за вашим здоровьем. Ну а ще Google Glass, вот так, разумные окуляры, сможет робити все. Интересно, будут ли очки, которые могут позволять людям видеть без одежды человек другого? Так что, если вы желаете заработать именно на этих гаджетах, то, по-перше, вы можете их сделать, а, по-друге, снова-таки, знавцы хай-тек гаджетов говорят, что на обслуживании в интернете этих додатков, хай-тек приманок можно будет заработать миллионы. Вы представляете? Просто миллионы. Самое время сейчас не... Не, не, не. Не, не. Не зупиняйтесь и ругайте себя далее також драйвово, а разом мы с нашими чашками так делаем. Да, и, конечно же, хотелось бы сейчас просто, ну, сказать о том, о чем мы поговорим после. А, Симпсон и Настрадамус, я пригадал. Ще до сего. Супермен и Гачатомен, это про нас. Какая прелесть, он все знает. Откуда ты все знаешь? Неужели у тебя есть смарт-какие-то устройства? Ну, насправді так, але я тебе не буду зараз их показывати. А дай мне свои очки скорее, а то ты умнее меня. Спасибо большое. Вот так. До встречи!